Раз, два, раз, два, раз, два. Попробовать смог бы ты работать в кузнице и сделать именной гвоздь на память, здесь можно под чутким руководством кузнеца Яна Тинчурина, который по ходу работы может со знанием дела и о татарском народном празднике рассказать. Ведь приехал к нам на Сабантуй из Зеленодольска, города в Татарстане. Это праздник окончания сева, то есть это небольшой перерыв, когда основные полевые работы сделаны и можно немножко отдохнуть до следующего. То есть Сабан – это по-татарски плуг, то есть непосредственно который спахивает землю. Это в том числе, если к языческим временам обращаться, это в том числе и праздник плодородия. Южный Сабантуй на Дону празднуется второй раз. Ярко, масштабно, весело и вкусно. Главное лакомство праздника – чак-чак. Им угощают всех гостей. В числе почетных – вице-президент Федерации дзюдо России, семикратный чемпион Европы Тамерлан Тменов. В каждой национальности есть такие мероприятия, хорошие, добрые, которые несут идею, объединение, и чтобы мы вот в нашей большой такой стране России жили в любви и взаимоуважении друг к другу. Ни один Сабантуй не обходится без турнира по национальной борьбе куреш. Это важная часть праздника. Куреш – это борьба на поясах. Главная задача соперника – оторвать его от земли и уложить на спину. Задача не из простых. Но победитель получит звание батыра, силача и главный приз – это живого барана. Такие поединки демонстрируют не только силу, ловкость, мастерство батыров, но и их уважительное отношение к сопернику. Соревнования традиционно открывают мальчишки, а уже за ними выходят спортсмены постарше. Мне повезло, что я хожу на борьбу полгода. Я делаю его, вот так кидаю. Ну, весит просто на 15 килограмм больше. Тяжело. Ну, получилось. Праздник продолжается, душа поет и радуется, готова плясать. Сабантуй – праздник с многовековой историей. В наши дни стал межнациональным объединяющим народы. Татьяна Цепелева, Тагир Фатахов. Первый ростовский.